Раз, два, три, четыре, пять. Зайчик вышел погулять. Друзья, всем привет! Есть пара новостей. Во-первых, отказался я от Wide Angle. Что-то я посмотрел, не очень-то он яркий и красочный, недостаточный для нас. И нашел другой крутой учебник Headway. Это британский учебник, тоже оксфордский. Здесь в основном британский, английский. Я, конечно, больше люблю американский, но британский тоже сойдет. И здесь уже, ну, будете сами. Хотите больше за мной, как повторяете. Больше на американский акцент, больше на британский в учебнике. В учебнике будут разные акценты, не только американский и британский. Люди бывают разные, акценты тоже. Это нормально. Вот, учебник яркий, красочный, классный. Немножко расскажу про структуру учебника и как мы будем заниматься по нему. Вот, ничего страшного, что тот мы начали, все равно повторение мать учения, как говорится. Вот, я сегодня немножечко сонный, но, надеюсь, запишу все бодренько и хорошо. Постараюсь, по крайней мере. А вот, вот учебник. Соответственно, тут 14 юнитов всего. Юниты очень большие. Сейчас покажу. Вот у нас представление первого юнита. Как всегда, видео будет в начале юнита. Будем смотреть, что будем изучать в этом юните. Дальше пошло. Вот, странички. Раз, два, три, четыре в первом юните. Пять, шесть страниц, видите? В принципе, ну, не маленькие эти юниты, но их 14 штук. Всего в одном уровне. И дальше у них что хорошо? Есть список слов, который был во всем юните. Я вам все это буду скидывать. И дальше здесь есть рабочая тетрадь. По рабочей тетради я тоже буду задавать вам домашнее задание. То есть все эти уроки по учебникам, они не всем заходят. Кому-то, вот кому-то как-то не идет. Вот, но вообще это очень хорошая структура, потому что мы общаемся на разные темы, делаем там какие-то полезные упражнения, неполезные упражнения, пропускаем. Изучаем разные аспекты языка. Это очень хорошо. Вот, как мы будем, как я буду выставлять уроки? Я думаю, что я буду по две страницы, то есть по развороту. Это получится примерно, вот их 147, ну, ориентированно там 140. 70 уроков будет на один уровень. Это нормально. Вот, и мы сможем с вами постепенно добираться. Если у вас уровень повыше, вам скучно, здесь неинтересно, ну, подождите. Да, то есть постепенно мы всех соберем, все уровни и дойдем с вами вместе до продвинутого. По крайней мере, такой вот план. Вот, ну, давайте начнем сегодня тогда. Что, я вроде все сказал. Домашнее задание все буду писать, то есть домашнее задание делится на два, на две категории. Одна – это просто ежедневная практика. Там я буду писать, какие аудиокурсы советую слушать, какими программами заниматься. В любом случае, это должно быть каждодневная практика. И второй тип домашнего задания – это конкретно по учебнику. Посмотреть какие-то видео, послушать аудио, сделать, может, какие-то упражнения, сделать домашнее задание по рабочей тетради, вот, для того, чтобы повторить все пройденное. Все, ну, всю домашку, то есть домашнее задание, вы можете, в принципе, скидывать мне личными сообщениями, как угодно. По возможности, ну, думаю, что смогу просматривать и оставлять какие-то комментарии, то есть помогать вам. Вот. Так что все, друзья, давайте вперед. Вот. Значит, первый юнит называется вот hello. Приветствую. Так, давайте вот так сделаем. Здесь будем изучать, как всегда, снова уже, наверное, повторять с вами глагол to be, который в настоящем времени бывает am, is или are, в зависимости от того, кто все-таки является кем-то. Да, если я, то am. He, she, it. Он, она или оно. is и множественное число, we, you, they, are. Местоимение. В общем, давайте посмотрим-ка лучше видео. Introduction. По видео будем смотреть, я буду задавать маленькие вопросы, чтобы было попродуктивнее и поинтереснее. Вперед. Hello, and welcome to Headway Beginner. My name is Emma. What's your name? Yes, your name is Emma. And I'm a teacher from England. Where is she from? Откуда она? Where is she from? Yeah, she is from England. This is unit one of Headway Beginner. In this unit, you will learn how to introduce yourself in English. Okay, in this unit, we will learn how to introduce ourselves in English. So, introduce – это представлять себя в обществе. Привет, меня зовут Никита, три рубля, бла-бла-бла. That's introduce – представлять. We will learn this. Ну, и здесь послушаем немножко людей, да, как они себя представляют. Есть у нас как минимум два способа, как себя представить. Hello, I'm Monica. Да, можно сказать, hello, I am Monica. То есть, я, Моника, I am Nikita. Hi, my name is Marco. Или, можно сказать, my name is – это моё имя является, моё имя такое-то. My name is Nikita or I am Nikita. You will also learn the names of everyday items in English. Да, также будем изучать некоторые слова, повышать словарный запас по некоторым каждодневным объектам, вещам нашей жизни. Повторяем за мной. И за ней, и за мной. Да, очень хороший вопрос. What's this in English? Что это? Как сказать это на английском? И вы можете, вот если кого-то там не знаете, как сказать. What's this? Что это является на английском? What's this in English? It's a phone. Oh, it's a phone. Это телефон. Это является телефоном. Ну, вот это всё мы будем как бы... Сейчас мы не будем ничего это отрабатывать, потому что это всё у нас как бы в этом юните будет. Да, мне она нравится. Она такая, достаточно бодренько всё рассказывает. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Замечательно, мы изучим числа. Да, она такая, ну вот, прекрасно. Ну что, вперёд и с песней. The first one. Вот первый разворотик мы сегодня пройдём. То есть этот юнит будет состоять из трёх вот таких вот разворотиков. Ну и дальше уже ещё будет некая, ну, грамматика. Тут чуть-чуть поповторять. Вот, я думаю, что это будет нормально. И дальше уже полетим в космос, как видно. Отсюда. Так, вперёд. Starter. Ну, это вот для начала, да, для разогрева. Read and listen. Say your name. Прочитайте и послушайте. Скажите ваше имя. Смотрите, какой яркий и сочный учебничек. Намного, намного лучше. И он ещё более того, я уже просмотрел его, занимаюсь по нему тоже, ну, занимался до этого. Он очень хорошо структурирован и очень хорошо подаёт всю и грамматику, и материалы. Прям видно, что люди прям старались. Окей, let's listen. Давайте не будем слушать. Вы за мной повторяете. Тут, в принципе, ничего такого нет, да? Hello, I'm Mara. И вы что-нибудь скажите? Hello, I'm Leo. Hello, I'm Nari. Or Nari. Да, ну ничего, это вот, они и так можно представиться. I'm, я, такой-то, такой-то. Вот уже мы что-то изучили. Am, is, грамматика, read and listen. Ну, давайте за мной тоже. Здесь не будем слушать, ничего страшного. Тут ничего такого нету сложного. Hello, I'm Serena. What's your name? My name is Tom. Hello, Tom. Вот, можете вы прочитать разочек. Да, здесь. Привет, я, Сирена. Как тебя зовут? Как ваше имя? What's your name? То есть, если вы не знаете местоимений, то есть, надо их учить. То есть, первое, вот сразу же, местоимения, вопросительные слова. Вбейте в интернете. Надо их зубрить и учить. My name is Tom. Моё имя Том является Томом. Ещё, если вопросы по глаголу to be, посмотрите, у меня на канале есть прям ролики, я объясняю про глагол to be во всех временах. И вообще, и про времена там тоже есть ролики. И про пассивный залог сейчас уже появляются. Поэтому, в общем, ну или весь интернет вам как бы в помощь. То есть, мы потихонечку, вот всё, что мы здесь изучаем, если что-то непонятно, вы можете более детально, глубоко, изучать это всё дело в интернете. Таким образом, просто полноценные уроки, можно сказать. Просто прекрасно. My name is Tom. Hello, Tom. Ну, попрактиковались немножко. Listen again and repeat. Послушайте снова и повторите. I am. I am. Да, ребят, я вот действительно думал, глагол to be можно было бы вам сейчас тут объяснить. Я уже объяснял его и в предыдущих уроках, когда мы white angle изучали. И плюс, есть уроки, я объяснял отдельные про глагол to be. Да, посмотрите там. То есть, здесь я не буду сейчас это уделять этому внимания. Просто вот посмотрите глагол to be в настоящем времени. What's, what is. Да, сокращение у нас на what is. Что это на what's. Name is. Name is. Сокращение, опять же, просто is прилипляется к name. Вот и всё, замечательно. Stand up and practice. Так, ясно, нужно нам встать и попрактиковаться. Можно сидя, можно лёжа, как угодно. Главное попрактиковаться. Я сначала скажу, потом вы. Hello, I am Nick. What's your name? И вы говорите, какое ваше имя. My name is. Окей. А теперь представьте, что вы скажите. Вот это вот. Hello, I am. То-то-то. И спросите меня, какое имя. Давайте. А, what's my name? My name is Nick. Никита. Вот мы с вами онлайн так вот поболтали. Всё, первую страничку прошли. Ничего здесь такого. То есть, да, здесь опять же глагол to be этот является. У них всегда, вот у нас можно сказать, я Никита. А у них обязательно должно быть, я являюсь Никитой. И вот этот являюсь, он и есть, собственно говоря, этот глагол to be вездесущий. В настоящем времени в трёх формах. Ладно, уже миллиарды раз про это рассказывал. Посмотрите, если что, в других роликах. Дальше. Introductions. Представление. Представляем себя обществу. Read and listen. Ну, давайте, давайте послушаем для разнообразия. One, three. Все эти аудио, я все дам, все эти материалы, вы можете сами их наслушивать для тренировки. Прекрасно, да? Tom, this is Carlos. Вот они говорят, по сути, Tom, это Carlos. То есть, это является Carlos. Carlos, это является Tom. Hello, Carlos. Hello, Tom. Прекрасно. Ещё разочек за мной. Tom, this is Carlos. Carlos, this is Tom. Hello, Carlos. Hello, Tom. Excellent. Listen again and repeat. Ну, мы уже повторили. Мы молодцы. Practice in groups of three. Давайте немножечко шисофрении сейчас включим, как всегда. Hello, this is cup. Hello, cup. This is phone. Вот я представил, пожалуйста, телефону, кружку, о кружке, телефон. Вот. Ну, вот мы представляем, да? Вы можете сами попрактиковаться. Hello, this is my friend, my friend, Carlos. And this is my friend, Bob. Да, вот такая вот немножечко практика здесь. Read and listen. Так, здесь у нас будет какой-то прямо небольшой диалог. Давайте послушаем. One, four. One, four. Nice to meet you. Hello. My name's Paul Bartosz. Hello. I'm Sarah Taylor. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Аудиофайлы все, да? Их надо наслушивать и самому все это дело наговаривать. Дальше. Practice in pairs. Say your first name and your surname. То есть, попрактикуйтесь в парамях, скажите ваше первое имя, то есть, это ваше имя основное, и ваш surname. Это ваша фамилия. Surname. Ну, давайте сначала я, потом вы. Hello. My name is Nikita Kache. Hello. I'm Bob Dylan. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Ну, и вы за себя тут скажите. Отлично, да. Ну, вы ставьте на паузу, говорите и продолжаем. Так. Choose a name, stand up and say hello. Ну, давайте, какое-нибудь тут нужно выбрать имя. Встаньте и скажите привет. Так. Нужно придумать какое-нибудь прикольное, веселенькое имя. Ну, давайте. Hello. My name is Batman. Hello. I am... I don't know. I am Spider-Man. Nice to meet you. Nice to meet you, too. И вот они в конце добавляют to. Типа, приятно познакомиться тоже с вами. То есть, вот вам говорят nice to meet you. Yeah, nice to meet you, too. В принципе, вот, to этот, как ответочка такая. С вами тоже приятно. Все, хорошо. Надеюсь, было не очень скучно, друзья. То есть, мы чуть-чуть потренировали вступительные фразы. В домашнем задании я напишу, я скину все аудиофайлы, которые нужно будет натренировывать. Очень важно шибко-быстро вперед не бежать, а натренировать так, чтобы от зубов отскакивало. Любые вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, посылайте почтового голубя. И да, в общем, подписывайтесь и все остальное. Удачи вам, друзья. До следующего урока. Чао. Бай-бай. 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 Продолжение следует...